Проблематику, даже я бы сказала, ожирения у мелких домашних животных. Я ветеринарный доктор-эндокринолог клиник доктора Сотникова. Меня зовут Смирнова Ольга. Я занимаюсь в какой-то мере и терапией кошек и собак, но основная моя специализация – это эндокринология. И, наверное, как раз доктору с этой специализацией должно бы быть близко говорить о вопросе ожирения и избыточной массы тела кошек и собак. Вообще, надо сказать, что на сегодняшний день в ветеринарной медицине, в отличие от человеческой, нет такого однозначного понимания о том, что же такое ожирение. Это просто некий косметический дефект или это все-таки заболевание. В гуманной, в человеческой медицине уже давно принят консенсус о том, что ожирение – это патологическое состояние. То есть это не просто некрасиво, неопрятно и так далее, а это действительно болезнь, которая приводит к метаболическому синдрому с множеством вытекающих отсюда обстоятельств. Ну а что касается ветеринарной медицины и наших с вами пациентов, то скажу вам так, что подавляющее большинство врачей думают и склоняются к тому, что ожирение – это именно проблема здоровья, которую мы можем назвать болезнью. А не просто что-то некрасивое или, как это ни странно, кому-то кажется, наоборот, красивое для их питомца. И сегодня наша с вами работа будет строиться примерно таким образом. Я вам расскажу о взгляде доктора-эндогринолога на вот эту вот проблематику избыточной массы тела и ожирения. Если у вас будут какие-то вопросы, я думаю, что они наверняка будут, потому что частота встречаемости этого состояния просто огромная среди наших пациентов, то я с удовольствием попытаюсь на них ответить, если только смогу. Ну, если не смогу, то адресую к тому, кто сможет это сделать. Вопросы вы можете задавать в ходе нашего эфира. Я постараюсь их не пропустить. Итак, вообще, кто такой пациент-эндокринолога? Могу вам сказать, что к врачу-эндокринологу крайне редко приходят пациенты, кошки и собаки именно с эндокринными заболеваниями. Практически никогда не бывает такого, чтобы владелец питомца с эндокринным заболеванием зашел бы в клинику, подошел бы к администратору и сказал «Здрасте, я к эндокринологу». Но зато вот такие вот «Здрасте, я к эндокринологу» регулярно приходят, если кошка или собака страдает ожирением или же у нее какие-то проблемы с репродукцией, с вязкой, с течкой, со сперматозоидами и так далее. Хотя эндокринолог, в общем-то, к этому никакого отношения не имеет. И надо сказать, что вот этот ассоциативный ряд, что если у меня толстая кошка или собака, мне надо идти к эндокринологу, работает не только среди владельцев, он работает и среди ветеринарных врачей. В рамках нашей клиники работает образовательная программа под названием «Сотников Скул». Мы регулярно проводим школы по ветеринарной дерматологии. И когда я участвую в этих школах, я прошу докторов нарисовать мне портрет типичного пациента-эндокринолога в их представлении. И вот очень существенная часть портретов сводится примерно вот к таким вот картинкам. То есть это некие толстые кошки, некие толстые собаки. Это, в общем-то, лишний раз подчеркивает значимость того, что в наших головах существует некое представление, не всегда верное, о том, что с толстым животным надо идти именно к эндокринологу. Но можно понять и даже в какой-то мере оправдать владельцев таких питомцев, потому что всегда проще думать, что твоя кошка толстая потому, что она больная тем семь-пятым-десятом, а не потому, что ты с ней не играешь, не занимаешься или как-то неправильно кормишь и уделяешь ей мало внимания. Поэтому действительно клиента, который придет с этой проблемой к доктору-эндокринологу, я несколько могу оправдать, потому что я понимаю, что если ожирение связано с заболеванием, то есть является результатом какого-то заболевания, справиться с ним будет легче. Если это просто ожирение, то придется перестраивать, пересматривать образ жизни иногда не только своего питомца, но и свой собственный. А это труд куда более громоздкий, чем диагностировать и лечить какую-то патологию. Значит, в защиту ожирения, которое является действительно результатом каких-то болезней, хочу сейчас вкратце поведать о тех заболеваниях, которые действительно способны приводить к избыточной массе тела, к накоплению жировой массы. Таких болезней, надо сказать, немного, но они, тем не менее, и есть. И, пожалуй, что лидирующие позиции по предрасположенности к неоправданному и несвязанному с образом жизни ожирением занимает такая болезнь, как гипотиреоз. Ну, люди обычно прекрасно знакомы с этим заболеванием, потому что инцидентность среди человеческого населения огромная. Многие люди знают это заболевание по себе. Не могу сказать, что ветеринарии среди наших пациентов это настолько же распространенная проблема, как и среди людей. Да, мы ее регулярно диагностируем у собак и крайне, вот прям безумно редко мы ее диагностируем у кошек. У кошек это какие-то единичные случаи, у собак болезнь распространенная, но не так сильно, как, например, синдром Кушинга. Так вот, у гипотиреоза есть две таких стороны вопроса, две стороны медали, я бы даже сказала. Одна сторона медали заключается в том, что это одна из самых частых лже-диагностируемых болезней ветеринарной эндокринологии. То есть этот диагноз, он занимает лидирующие позиции по частоте обнаружения его там, где его на самом-то деле нет. Почему? Потому что очень легко обнаружить в крови отклонения содержания гормонов щитовидной железы. И это очень лобильные гормоны, и их количество очень сильно меняется под воздействием огромного ряда факторов, зачастую даже никак не связанных с болезнями самой щитовидной железы. Поэтому очень легко взять кровь и увидеть, что у вашего питомца какие-то проблемы с содержанием в ней гормонов щитовидной железы. И по этой причине гипотиреоз находят там, где его, в общем-то, вообще нет. А с другой стороны, поскольку эта болезнь является, ну, международно принято ее называть великим имитатором, с другой стороны, гипотиреоз не находят там, где он есть на самом деле. Потому что действительно симптоматика этой проблемы настолько разносторонняя, что далеко не всегда доктор успевает сообразить, что пациент пришел потому, что он страдает гипотиреозом. Так вот, основной, значит, лозунг ветеринарных докторов-эндокринологов, которые занимаются этими заболеваниями, почерпан из высказываний Конфуция, да, и гласит о том, что не надо, собственно говоря, искать в темной комнате черную кошку, особенно если ее там нет. Вот работа с гипотиреозом выглядит очень похожим образом. Не надо искать гипотиреоз там, где нет его признаков, и не надо искать гипотиреоз просто в результатах анализов. Это действительно болезнь, которая должна сопровождаться какими-то видимыми для нас проявлениями, да, в общем-то, и для вас, как для владельцев животных, проявлениями, а не просто отклонениями в результатах каких-то лабораторных тестов. И вот эта вот способность гипотиреоза имитировать многие другие заболевания является одной из существенных причин, почему он не находится там, где он на самом деле присутствует. Ну, например, вы сейчас видите на экране изображение собаки страдающей гипотиреозом. В классике жанра это должна быть в книжке. Это должна быть толстая собака, лысая собака с ужасным качеством шерсти, собака квелая, нежелающая гулять, все время спящая, любящая тепло и так далее, и так далее, и так далее. То есть, по сути, это должен быть некий тюфяк, который жить не хочет, бегать не хочет, шерсть у него не отрастает, и при этом он только лежит и толстеет. Но, тем не менее, мы видим собаку, в общем-то, с нормальной комплекцией, собаку, которая даже спортом каким-то занимается, у которой есть несущественные отклонения в состоянии, в качестве, скажем так, даже его шерсти и кожи. Но, в целом, эта собака демонстрирует весьма такое хорошее здоровье и хорошую активность. И видим как раз вот такой вот книжный вариант пациента, который действительно выполз к нам со страниц учебников по ветеринарной эндокринологии. Мы видим у него эндокринные аллопеции, то есть это аллопеции без признаков воспаления, когда не отрастает шерсть, когда шерсть старая стирается, а новая не может нормально вырасти. Мы видим у этого пациента даже так называемую микседему, то есть одутловатое выражение, не сказать лица, морды, некую такую грустную провисшую морду. Вот этот пациент действительно пришел к нам со страниц учебника. Но, поскольку это заболевание, повторяюсь, сопровождается, во-первых, многогранными симптомами, а во-вторых, развивается очень медленно, не каждый пациент будет вот таким классическим книжным вариантом. Еще одна проблема, почему гипотиреоз не всегда находит там, где на самом деле он существует, это относительно низкая осведомленность врачей других специализаций. Ну, например, доктор-эндокринолог, любой знает, что такое гипотиреоз, и по каким звоночкам его предположить. А вот доктор-ортопед, доктор-невролог, доктор-дерматолог, должны ли они знать о том, что такое гипотиреоз? Ответ просто однозначный, да, конечно. Почему? Потому что посмотрите вообще на список симптомов, которые бывают при гипотиреозе. Это вам и ортопедические симптомы, и неврологические, и существенную долю проявлений занимают дерматологические симптомы, предрасположенность к воспалениям кожи, к нарушению отрастания шерсти, к колопециям, то есть к проплешинам. Поэтому да, доктор не может стать хорошим специалистом, если он несколько лет не поработал врачом общей практики. Только тогда, когда ты и кошек кастрируешь, и поносы лечишь, и циститы лечишь, только тогда ты можешь стать хорошим неврологом. Потому что, чтобы стать специалистом, надо быть знакомым вообще со всем спектром проблем, которые бывают с тем организмом, который ты планируешь лечить. Довелось мне лечить подобного пациента, одного взгляда на которого мне достаточно для того, чтобы предположить, что у этой собаки может быть гипотиреоз. Почему мне достаточно одного взгляда? Потому что я вижу характерную локализацию аллопеции. Внешняя поверхность хвоста, стерта старая шерсть, новая шерсть не отрастает. Аллопеция без признаков воспаления, аллопеция гиперпигментированная. Наружная поверхность носа, спинка носа, аналогичная аллопеция. Собака квелая, заходит в кабинет, ложится спать. Собака страдает избыточной массой тела. И ортопед не может вылечить этого пациента, потому что этот пациент не может похудеть. Его стараются, худеют, дают ей нагрузки, дают ей еду, но собака не худеет. Потому что в конкретно этом случае есть причина, которая не дает нормализовывать ей энергетический обмен. И эта причина заключалась в гипотириозе. Всего лишь через два месяца лечения первичного заболевания, то есть лечения гипотириоза, всего лишь через два месяца мы увидели и динамику по состоянию веса, по снижению массы, и динамику по отрастанию шерсти. И вы знаете, вот в этом случае, как и во многих других случаях с гипотириозом, владельцы понимают, что собака была больна тогда, когда начинают ее лечить. Начинают лечить и видят, что из, казалось бы, собаки просто с квелым, меланхоличным темпераментом собака превращается в какой-то электровеник. С темпераментом у нее все было нормально, просто у нее не было адекватного энергетического обмена, потому что не было гормонов щитовидной железы. Еще одна проблематика, почему гипотириоз часто лже диагностируется и находится там, где его, в общем-то, быть-то не может и не должно, это некая степень лжеинформированности владельцев собак, в первую очередь собак. Потому что, если вы залезете на просторы интернета и начнете искать какую-то самую легкую доступную информацию про гипотириоз, то самое важное, что вы найдете, это то, что собаки с гипотириозом должны страдать изменениями поведения. Да, они страдают изменениями поведения, но ведущие позиции отводятся в вялости апатии. Эти собаки ничего не хотят, они хотят только спать. Вот основное изменение поведения. Но если мы откроем просто какие-то поисковики, то первое, что мы увидим, это что такие собаки становятся пугливыми, агрессивными. Да, такое бывает. Но инцидентность пугливости, агрессивности, нарушение взаимодействий в стае занимают меньшую долю по сравнению просто с вялостью и апатией. И опять же, там же, на просторах, в общем-то, поисковиков, вы увидите информацию о том, что любая толстая собака должна наводить на вас подозрения про вероятность у нее гипотириоза. Нет, не любая. Любая толстая собака в первую очередь должна наводить подозрения на то, что она не так питается и не так двигается. А гипотириоз, вот если у этой собаки будут еще какие-то клинические либо лабораторные намеки, гипотириоз мы заподозрим только при наличии каких-то сопутствующих моментов. Если это толстая собака, бодра, весела, активна, у нее нет каких-то клинических проявлений гипотириоза, собственно говоря, и не надо искать черную кошку в темной комнате, в которой выключен свет. Проблема, по которой гипотириоз является сложно диагностируемым заболеванием в его реальных случаях со стороны владельцев. И здесь владельцы оправданы на 100%, потому что эта проблема связана с временем развития заболевания. Никогда не бывает такого, что ты уходишь утром на работу, у тебя здоровая, бодрая, активная, худая собака, ты пришел вечером, у тебя собака, у которой плюс 20 килограммов, она лысая, лежит, тебя не встречает и хочет только спать. Такого не бывает никогда. Развитие гипотириоза – это месяцы, а иногда годы заболевания. Поэтому да, здесь я абсолютно могу понять своих клиентов, которые не замечают, что с собакой что-то происходит, потому что эти события настолько размазаны во времени, что заметить их может, ну, пожалуй, только самый такой наблюдательный, бдительный и кропотливый владелец собаки. И, к сожалению, к сожалению, очень многие симптомы, они списываются на старость. Но вообще надо сказать, что если бы мы все списывали на старость и на погоду, то ни человеческой, ни ветеринарной медицины не существовало бы как таковой. Старость и погода могут объяснить вообще все в нашей жизни, да, но если бы все было бы так просто, не было бы все так сложно. И действительно вот эти симптомы гипотириоза начинают списываться на то, что собака просто постарела. У нас, кстати, скоро выйдет в белый свет цикл видеолекций о старых животных, о старых собаках, точнее даже сказать, потому что это очень актуальная группа проблем для ветеринарных врачей. Я вообще хочу сказать, что я безумно люблю работать с гериатрическими пациентами. Это всегда такая кладезь для врача и кладезь в том числе для врача-эндокринолога. Это очень любопытные по диагностическим, скажем так, шагам пациенты. Но, к сожалению, именно на старость очень часто списывается то, что на самом деле относится к болезням. И вот когда собака, в общем-то, из пушащей здоровья за пару лет превращается в некую дряхлую старую собаку, не каждый владелец вовремя сообразит, что что-то здесь не так. И некоторые воспримут это даже как естественный процесс старения. Хотя надо сказать, что гипотириоз, именно гипотириоз, это обычно болезнь не пожилых собак. Это обычно болезнь молодых-среднего возраста. Практически все пациенты, которых я вам сегодня показала, были молодыми собаками в возрасте до 5 лет. И еще одна проблема, причина точнее, почему гипотириоз остается незамеченным некоторыми владельцами, это существующий на сегодняшний день культ полноты домашних животных. Этот культ есть в нашей жизни уже много лет. Он, наверное, связан с урбанизацией, как могу предположить. И действительно, какая-то вот подобной комплекции собака, она, ну что ли, няшная, она такая вся домашняя, она такая вся приятная, уютная. Еще, знаете, если не среди собак, это не так сильно распространено, то среди кошек, среди владельцев кошек, это представление повально. И на сегодняшний день я крайне редко, вот прям безумно редко встречаю кошек нормальной комплекции. Потому что почему-то в представлении подавляющего большинства людей, которые содержат кошек, эта кошка должна быть, знаете, такой напоминающей большую диванную подушку. И то, что эта диванная подушка сопровождается проблемами, которым ожирение приводит, вот об этом мало кто из владельцев задумывается. Слава богу, таких диванных подушек собак, их по сравнению с кошками на сегодняшний день гораздо-гораздо меньше. Если вы зайдете, опять же, просто в любой поисковик в интернете и забьете простую фразу шкала оценки кондиции тела кошек и собак, то вам вылезет множество картинок с табличками, какова должна быть в норме комплекция у вашего питомца. И вот если у вас лежит такая диванная кошка, представьте ее к этой табличке, и у подавляющего большинства из вас комплекция кошки будет выше нормальной, то есть выше 5 баллов. По моим наблюдениям, самая частая комплекция это порядка 7-8 баллов под 9-ти бальной шкале оценки. И надо сказать, что культ полноты, он есть не только среди питомцев, но он есть и среди людей. Слава богу, он уже на сегодняшний день остается где-то позади, да, он был пережит несколько сотен лет назад, но тем не менее до сих пор иногда попадаются вот такие казусы. Например, моя подруга, прогуливаясь по городу Берлин, наткнулась на подобный памятник, да, и она, значит, не удержалась прислать мне фотографии, мол, смотри, здесь до сих пор поклоняются неким подобным формам. Но я не говорю о том, что это некрасиво. Наверное, это красиво, и, наверное, это даже красиво среди кошек и собак, но это опасно для здоровья, почему мы немножечко позже с вами обсудим. Кроме гипотириоза, конечно же, есть еще парочка заболеваний, при которых собака действительно может толстеть. Не потому, что ее не так кормят, или она не такая активная, а потому, что она действительно болеет. Но кроме гипотириоза могу вспомнить гиперадренокортицизм, так называемый синдром Кушинга. Надо сказать, что гиперадренокортицизм среди собак гораздо более распространен, чем среди человеческого населения. Поэтому, если обычно все люди знают о том, что такое гипотириоз, дефицитная функция щитовидной железы, при этом же обычно никто не знает, что такое гиперадренокортицизм, то есть синдром Кушинга, это избыточная функция коры надпочечников. Самый, пожалуй, легкий пример, который вам могу привести, чтобы у вас в голове всплыла картинка синдрома Кушинга у людей, это последние годы жизни Элвиса Пресли. Он страдал астмой, у него была тяжелая форма астмы, он лечился кортикостероидами, и, наверное, многие из вас помнят фотографии его последних лет жизни. У него был десятерной подбородок, одутловатое расплывшееся лицо, у него было абдоминальное ожирение. В общем-то, вот к какой форме ожирения приводит применение этих гормонов. И когда в организме собаки случается что-то, что приводит к синтезу этих же гормонов, ну, например, у нее может быть опухоль в гипофизе, что бывает чаще всего, или же опухоль в надпочечниках, что бывает реже, тогда у нее за счет воздействия вот этих вот кортикостероидных гормонов тоже случается подобный тип ожирения. Большая особенность этого ожирения заключается в том, что жир копится в брюшной полости, внутри живота. Жир копится в области шеи, но при этом он уходит из подкожного пространства. И разрушается не только жир из подкожной жировой клетчатки, разрушается также мышечная масса. Ну, посмотрите, например, на этого пациента, французского бульдога. На момент начала лечения синдрома Кушинга ему было 11 лет. Плюс-минус год могу вас сейчас обмануть. У него классический тип абдоминального ожирения, при том, что у него практически нет нормальных мышц на его конечностях. Ни на грудных, ни на тазовых. То есть, по большому счету, мы видим такую грушу на спичках. Действительно, форма живота у этих пациентов описывается как грушевидная. За счет дряблости мускулатуры все, что есть внутри живота, оттягивает его вниз. И живот по своей форме начинает напоминать фрукт под названием груша. Обратите внимание на его голову. Его череп не покрыт мышцами. И мы можем хорошо видеть буквально все вот костные структуры, которые в норме мы не видим. Ну и, пожалуй, что еще один такой классический из книжки, со страниц просто книжки, пришедшей к нам пациент, с подобной же абдоминальной формой ожирения. В животе мы видим избыточное количество жира. Мы видим большое количество жира в области шеи, в области крупа. И при этом отсутствие мышц, которые создают вот такую легкую контурируемость костей черепа у этого же пациента. Еще одно заболевание, при котором может меняться масса тела наших пациентов, это так называемый гиперэстрогенизм. Попросту, если мы будем переводить это название, оно значит, что в крови нашего пациента стало почему-то слишком много женских половых гормонов. Да, у таких пациентов тоже развивается ожирение. И если мы с вами говорим про кобелей, то у них ожирение развивается просто по типу феминизации. То есть они становятся женоподобными. Мало того, что у них увеличиваются молочные железы за счет эстрогенов, за счет женских половых гормонов, эти молочные железы могут лактировать, то есть из них может течь молоко. У них провисает припуций, это кожаный мешок, в котором находится половой член. Так у них еще и меняется комплекция тела, и они становятся так, женоподобными, то есть как будто готовятся к женским репродуктивным функциям. Вот такое вот количество эстрогенов, которое способно повлиять на скажем так, внешний образ пациента кобеля обычно связано с опухолью в семянике. Если в семянике зародилась опухоль, практически все опухоли, которые там содержатся, рано или поздно могут начать выделять женские половые гормоны и привести к подобному типу избыточной массы тела или ожирения. Но надо отдать должное, что при гиперэстрогенизме, когда много женских половых гормонов, и при гиперадренокартицизме, когда много гормонов надпочечников, итоговый вес пациента меняется далеко не всегда. То есть у него становится больше жира в животе, но при этом уходит жир из подкожной клетчатки, уходят мышцы, они разрушаются, поэтому общий итоговый вес может не поменяться. А при гиперэстрогенизме просто меняется, скажем так, конфигурация тела, поэтому итоговый вес тоже может сохраниться, несмотря на то, что будет такая женоподобная фигура. Еще у кобелей с опухолью семьяка, которая делает много женских половых гормонов, кроме увеличения молочных желез, провисания припуция, есть одна такая внешняя подсказка, которая может вам или доктору четко указать на то, что причина всей проблемы этого кобеля заключается в семенниках. Эта подсказка так называемый линейный припуциальный дерматоз, то есть это некая обычно красноватого цвета линия, которая находится вдоль полового члена от мошонки и до тела полового члена. кто-то из лекторов, которые рассказывали про эту болезнь у собак, пририсовал вот здесь вот стрелочку. Если ты видишь линейный припуциальный дерматоз, ищи источник всех хворей вот там вот в мошонке, то есть ищи какую-то опухоль в семеннике. И обратите внимание, когда мы с вами говорили про три этих заболевания, реально способных привести к избыточной массе тела, то есть это такая троица, которая реально может вызвать увеличение веса. Мы практически не говорили с вами про кошек. Почему? Потому что гипотиреоз у кошек это огромная редкость. Пациенты, вот каких еще поискать надо. Синдром Кушинга у кошек бывает, не часто, очень не часто, но бывает, но не приводит к ожирению. Иногда, да, приводит к абдоминальному накоплению жира, но надо сказать, что это не так заметно и не так бросается в глаза по сравнению с собаками. А вот гиперэстрогенизм, то есть опухоль, которая делает женские половые гормоны, у кошек пока вообще еще описан не был. Ну, полагаю, что эта болезнь может случиться у кошки, но почему нет? У котов ведь есть семенники, у кошек есть яичники, поэтому почему бы ей не случиться? Но описано, эта проблема еще пока что не была. А теперь перейдем, собственно говоря, к самому ожирению, которое с болезнями никак не связано. Мы перечислили с вами всего лишь три болезни, которые оправдывают избыточную массу тела. Все остальные случаи, надо сказать, что их подавляющее большинство ни с какими заболеваниями не связаны никак, а связаны просто лишь с ожирением. И давайте немножечко посмотрим на статистику. Статистика нам говорит, что собаки, которые страдают ожирением, вот в этих двух диаграммах это красные кусочки пирога, да, на диаграммах. Собак, которых страдают ожирением за последние, ну сколько тут, вот 30 получается, да, 30 лет, стало в несколько раз больше за последние 30 лет, в несколько раз больше. Собак, которые страдают избыточным весом, не ожирением, а избыточным весом, это примерно плюс 15, ожирение это примерно плюс 30% от нормы и больше, избыточная масса тела это плюс 15 и больше. Так вот, тех, кто страдают избыточным весом, стало, ну, примерно в три раза больше. Аналогичная ситуация у кошек. Только посмотрите-ка, насколько больше стало ожиревших кошек. Какая тоненькая полосочка была в 94 году и огромный кусок пирога стал в 2013 году. Вот это как раз та ситуация, о которой я говорила, да, культ полноты домашних животных, особенно, особенно диванных кошек. И если мы посмотрим на медицинскую статистику среди людей, то мы увидим, что ситуация в человеческой медицине примерно схожа с ситуацией с ветеринарной. То есть за эти же последние 20-30 лет людей, страдающих избыточной массой тела и ожирением, тоже становится все больше и больше и больше. На сегодняшний день по разным статистическим данным порядка 40% домашних питомцев страдают ожирением. И недооцененность этой проблемы среди владельцев домашних питомцев примерно, примерно 50%. Было проведено уникальное исследование в Великобритании, когда на прием приводили кошек и проводилась оценка их комплекции, оценка двумя лицами, владельцам этой кошки и докторам, которые эту кошку осматривали. Так вот, о чем сказали результаты этого исследования. Доктор фиксировал ожирение либо избыточную массу тела примерно у 40% пришедших за период исследования на прием кошек. И среди этих же кошек ожирение или избыточная масса тела владельцам была заметна в два раза меньше. То, о чем мы с вами уже говорили. Многие люди просто не замечают того, что их питомец действительно страдает этим, назовем его, заболеванием. Потому что у него в голове есть некое представление о том, что кошка должна быть толстой. Недооцененность среди людей, которые содержат домашних кошек, в 50 раз, вот просто пополам обрубает реальные цифры животных, страдающих этой проблемой. Ну и, конечно же, во многом обвиняют кастрацию. Есть множество мнений о том, влияет кастрация, не влияет кастрация на ожирение. Мнений много, исследований еще больше, фактов тьма тьмущая. Но надо сказать, что однозначного консенсуса, в общем-то, так и нет. Конечно же, если мы начнем собирать, скажем так, мнение вот обычных ветеринарных врачей и владельцев, то практически все придут к пониманию того, что факт предрасположенности питомца после кастрации к набору массы тела общепризнан. Да, нет какого-то единого консенсуса в ветеринарной медицине, почему кастрация предрасполагает к набору массы тела. Нет единого консенсуса о том, насколько она предрасполагает. Но этот факт является общепризнанным. И, откровенно говоря, я всегда стараюсь предупреждать заведомо владельцев своих пациентов о том, что, да, после кастрации мы можем ожидать набора массы тела. Но при этом адекватные люди понимают, что жир из воздуха не берется. И даже если вы кастрировали там кошку, кота, суку, кобеля, неважно кого, она не будет жиреть просто потому, что она жиреет. Она будет жиреть потому, что у нее возрастет аппетит, у нее изменится толерантность к глюкозе, она будет просить есть, а люди что будут делать? А люди будут кормить, потому что собака или кошка, они ведь просят, да, значит, мы ее будем кормить. И зная вот об этой проблематике и зная об этом, скажем так, всемирном согласии и владельцев, и врачей, что после кастрации масса тела начинает увеличиваться, я заведомо стараюсь предупреждать своих клиентов о том, что вот вы его сейчас кастрируете там по тем или иным причинам, и он или она начнет просить у вас кушать. А дальше все будет зависеть от того, возьмете вы себя в руки или не возьмете. Возьмете, значит, скорее всего, с проблемой ожирения вы не столкнетесь. И предполагаются в разных исследованиях основные три причины, почему животное после кастрации может набирать массу тела. В качестве гипотезы выдвигаются и снижение активности, изменение пищевого поведения и уменьшение скорости метаболизма после кастрации. Но тем не менее, есть противоречивые, диаметрально противоположные исследования, которые говорят о том, что скорость метаболизма у кастрированных и не кастрированных сопоставима друг с другом. Но вроде бы как эти животные становятся менее активными, поэтому едят столько же или даже больше, потому что меняется толерантность к глюкозе, а двигаются-то они, в общем-то, меньше. Но вот, наверное, в этом и кроется основная причина того, почему мы считаем их предрасположенными. В 2004 году уже достаточно давно было сделано любопытнейшее исследование, которое сказало о том, что при ранней кастрации, которая проводилась до возраста 5,5 месяцев, ожирение у питомцев после было развито гораздо меньше, чем у собак, которые были кастрированы уже во взрослом возрасте. Надо сказать, что на сегодняшний день ранняя кастрация – это обычная практика, особенно среди владельцев питомников, кошек. И действительно, я знаю много пациентов, которых продавали уже кастрированными в возрасте 3-4 месяца. И со своей колокольни могу сказать о том, что, наблюдая потом за этими пациентами, я видела, что их предрасположенность к набору массы тела после кастрации была гораздо менее выражена, чем у пациентов, которых мы кастрировали во взрослом возрасте. Не очень ясно пока, с чем это связано. Возможно, исследования в этой области будут продолжены, но я надеюсь, что они будут когда-нибудь продолжены. Все-таки это всемирная проблема избыточной массы тела и ожирения. Поэтому, возможно, мы когда-то получим ответ на этот вопрос. И еще один яркий пример того, что кастрированные животные могут не толстеть – это приюты. Приюты, в которых все животные кастрированы. И там сотни животных. Вот их сотни. И я регулярно работаю с разными приютами кошек и собак. И я регулярно наблюдаю, что сотни кастрированных кошек и собак не набирают массу тела так, как это происходит в домашних условиях. У меня есть пара предположений, почему такое может происходить. Ну, во-первых, потому что в приюте никто не кормит тебя столько, сколько ты будешь хотеть есть. Тебе выдают порцайку утром, тебе выдают порцайку вечером. И никаких тебе вкусняшек, сладостей. Да ты же просишь, да ты же сидишь перед столом и так далее. А во-вторых, потому что если ты в приюте гуляешь, то тебя берут на поводок, выводят там в поле, и ты там бегаешь. Ну, вот, в общем-то, и все секреты, как не давать собаке после кастрации толстеть. И, ну, если вы не верите в то, что после кастрации собака может оставаться стройной, сходите в любой приют и посмотрите на пациентов вот такой вот комплекции. Некастрированных животных в приютах, ну, практически не бывает. И вот это вот, собственно говоря, ожирение, которое связано с каким-то не очень естественным образом жизни для наших питомцев, да, оно является фактором риска для развития целого ряда заболеваний. Ну, например, у кошек давным-давно доказано, что ожирение является фактором риска для развития сахарного диабета второго типа. Сахарный диабет второго типа, в кавычках, конечно же, называют эпидемией 21 века среди людей. Среди кошек можно дать этому заболеванию ровно такое же название. И тип диабета кошек очень похож по своему развитию на тип диабета у людей. И ожирение у кошек точно так же, как и у людей, способствует развитию этого типа сахарного диабета. Этот вопрос безумно спорен в отношении собак. Да, в принципе, у собак сахарный диабет обычно бывает первого типа, поэтому вопрос избыточной массы тела может не так значимо вмешиваться в эту проблематику. Но в отношении кошек эта информация однозначна. И вот какие есть любопытные данные. Они заключаются в том, что риск развития сахарного диабета у кошек, которые страдают ожирением, то есть набрали к своей норме более 30% массы тела, в 4 раза больше. Не в 2, да, не просто чуть-чуть больше, а в 4 раза больше риск развития этого типа сахарного диабета. У кошек при ожирении по сравнению с нормальными, чувствительность к инсулину снижается на 50% и больше. А именно снижение чувствительности к инсулину является основным предиктором развития второго типа сахарного диабета. И надо сказать, что вот эта вот проблема, точно так же, как и у людей, проблема резистентности к инсулину будет обратима после нормализации массы тела. Хотя мы все прекрасно знаем, что похудеть кошку в 100 раз сложнее, чем собаку. Собаку-то сложно похудеть, а кошку-то уже подавно. Потому что просто мало кормить не всегда бывает достаточно. Иногда надо давать адекватные нагрузки. Самая адекватная нагрузка для собаки, страдающая ожирением, зачастую оказывается плаванием. Почему? Потому что ожиревшая собака практически всегда это ортопедические патологии. И заставить носиться такую собаку больно, некомфортно и не всегда возможно. Диабетик, который, в общем-то, уже заболел сахарным диабетом, вот этого самого второго типа, да, в общем-то, и любого другого типа, пока дойдет до приема у ветеринарного врача, скорее станет диабетиком вот таким. Потому что та кошка, которая заболевает сахарным диабетом, она начинает худеть. И, казалось бы, она начинает превращаться вот из такой вот кошки, в принципе-то, в нормальное, стройное животное. И некоторые люди, которые старались похудеть, вот эти вот 10 килограмм счастья, покупали всякие корма, покупали всякие игрушки, заставляли кошку бегать за указкой и так далее, и так далее, начинают радоваться, потому что пришел диабет, кошка начала худеть. Но, к сожалению, к сожалению, это является симптомом очень нехорошего заболевания. Диабет всегда приводит к снижению массы тела. И если вовремя не понять, что кошка худеет не потому, что вы постарались, а потому, что постарался диабет, то это может, к сожалению, привести к очень тяжелым последствиям. Я готова, в общем-то, организовывать некий такой фан-клуб любителей корма метаболик. Есть замечательный, на мой взгляд, рацион фирмы Хиллс. Я его достаточно регулярно назначаю своим пациентам. И надо сказать, что корм вот этот вот под названием метаболик я использую не только для коррекции избыточной массы тела, но иногда и для лечения колитов, поскольку там есть значительное количество клетчатки. И вот, в общем-то, я уже готова организовывать некий фан-клуб про этот корм. Почему? Потому что, пожалуй, что на сегодняшний день это самый часто рекомендуемый рацион для кошек, которым мы пытаемся корректировать избыточную массу тела. Но, конечно же, если мы с вами говорим не просто про кошку с ожирением или собаку с ожирением, а мы говорим еще и про диабетика, то вот такую же важную позицию в лечении сахарного диабета, как и применение инсулина, будет занимать применение специальной диеты. И если у вашей кошки, не дай бог, случился сахарный диабет, вот этого самого второго типа, зачастую на фоне ожирения, то в голове сразу должно возникнуть два пункта. Первое. Нам необходимо применять инсулин, который будет вам рекомендовать корректировать ваш доктор. Второе. Нам необходимо применять какую-то диету, которая вам тоже будет рекомендовать и контролировать ваш доктор. И вот здесь могут работать, скажем так, два основных принципа возможных применяемых диет. Первый принцип – это так называемая женская диета. Это диета, в которой много клетчатки, диета, в которой не так много белка, но мало короткоцепочных низкомолекулярных углеводов. Эти типы диеты иногда используются для лечения кошек с сахарным диабетом, иногда используются для коррекции избыточной массы тела, но надо понимать, что это не выбор номер один. Вот такой принцип диеты, он чаще рекомендуется ветеринарными врачами при лечении колитов, при лечении запоров у кошек, для профилактики избыточной массы тела. Диета номер один, которую мы будем рекомендовать тогда, когда мы говорим именно про лечение пациента с сахарным диабетом, это так называемый мужской тип диеты, в которой будет очень много белка, в которой будет мало углеводов, и за счет вот такого белкового направления эта диета работает на профилактику катаболизма мышечной массы, и не дает терять мышечную массу кошкам, страдающим с сахарным диабетом, и при этом обеспечивает самый адекватный гликемический индекс, что безумно облегчает работу доктора в плане подбора инсулинотерапии и в плане вероятности достижения ремиссии, то есть выздоровления от сахарного диабета. А выздоровление от сахарного диабета это должно быть приятно не только доктору, это должно быть очень приятно, конечно же, и владельцу этой самой кошки. Так вот, надо сказать, что кроме двух этих представленных диет, которые мы можем с разной вероятностью рекомендовать при сахарном диабете, конечно же, повторяюсь, диета выбора номер один, это мужской тип диеты под названием МД, это диета с большим количеством белка, но кроме вот этих двух вариантов, мы можем рекомендовать и тот же самый корм метаболик, который чаще всего используем на сегодняшний день для коррекции избыточной массы тела и ожирения с целью именно похудеть нашего пациента. Надо сказать, что метаболик по своим диетологическим принципам подойдет для коррекции рациона диабетика не хуже, чем представленные сейчас на слайде диеты. Еще одна проблема, которая может сопутствовать ожирению избыточной массы тела у кошек, это так называемый кошачий целлюлит. Не могу сказать, что это очень часто встречаемое заболевание, но тем не менее диагностируем мы его относительно регулярно. Гораздо реже, чем сахарный диабет. Вот просто в десятке раз реже, чем сахарный диабет, но тем не менее и такие пациенты тоже бывают. Надо сказать, что это безумно тяжелые в своем лечении пациента. Вот до безобразия тяжелые. Почему? Потому что целлюлит у такой кошки с ожирением может случиться от любой травматизации. Например, кошка прыгала-прыгала, упала со шкафа, ударилась животом о край табуретки, да что угодно можно нафантазировать, чем угодно, обо что точнее угодно, она могла своим вот этим вот курдюком жировым удариться. Или вы, например, вынуждены были сделать этой кошке какую-то операцию. Не знаю, у нее выросла опухоль в животе, вы удаляли эту опухоль, да? Тоже травматизация мягких тканей. Вот любая травматизация, что открытая при хирургических вмешательствах, что закрытая при каких-то тупых травмах, может спровоцировать тяжелый целлюлит, то есть воспаление жировой ткани. И безумно сложно таких пациентов лечить. Почему? Потому что надо минимизировать механическое вмешательство вот в эту вот жировую ткань. То есть надо минимально травматично проводить какие-то обработки. Антибиотики не работают, потому что это не связанное с бактериями воспаление. Стероиды практически никогда не работают, потому что там нет иммуноопосредованного, точнее, там есть иммуноопосредованный компонент, но он не играет ведущую роль при развитии такого воспаления. И опять же, основной принцип, который надо использовать для лечения кошек, страдающих целлюлитом, а такие целлюлиты могут быть очень тяжелыми, могут приводить к скрывающимся абсцессам без бактериального компонента. Это очень болезненное состояние. И основной принцип, который мы применяем для лечения этих кошек, это опять же, применение специальной диеты. И вот здесь вот надо отдать должное ХИЛСу, потому что, создавая метаболик, они создавали не просто рацион, который будет направлен на коррекцию массы тела, а руководствуясь принципами нутрицептики, нутригеномики, эта фирма создала корм, который обладает определенными противовоспалительными свойствами для пациентов, страдающими последствиями от ожирения. И это не может не быть нам на руку. Почему? Потому что жировая ткань, она метаболически активная. Да, раньше когда-то считалось, что жировая ткань – это всего лишь прослойка, это всего лишь амортизатор, который выполняет функцию теплоизоляции, изоляции от каких-то механических воздействий, поддержки внутренних органов и так далее. На сегодняшний день известно, что в жировой ткани вырабатывается огромное количество эндокринных сигналов, то есть биологически активных веществ, которые задействованы в воспалении. И вот для того, чтобы разорвать вот этот порочный круг воздействия различных метаболически активных веществ в травмированной жировой ткани, кроме избавления от этой самой жировой ткани, надо пользоваться еще и принципами нутригеномики, для того, чтобы дать диету, способную повлиять на метаболическую активность самой жировой ткани. Кроме сахарного диабета, кроме целлюлита, ну это, пожалуй, что самые тяжелые последствия, которые я, как доктор-эндокринолог, могу для себя обозначить. Но кроме них, мы можем выделить еще целый список проблем, вытекающих из ожирения. Например, для анестезиологов первое место будет занимать повышение анестезиологических и хирургических рисков. Опять же, было проведено немало исследований, которые показали, что кошки, страдающие ожирением, хуже переносят хирургические вмешательства и анестезиологическое сопровождение. Ну и, в общем-то, множество других последствий, которые пока не очень понятно, насколько оправданно связываются с ожирением и избыточной массой тела. Что же касается собак, то у них доказано, что кроме ортопедических патологий, которые провоцируются ожирением, опять же, артриты, воспалительные заболевания суставов, остеоартрозы, хронические артриты, неразрывно связаны с ожирением. Почему? Потому что жировая ткань метаболически неинертна. Напоминаю, она выделяет огромное количество эндокринных гормональных сигналов, участвующих в процессе воспаления. И по этой причине артриты и хронические остеоартрозы у собак развиваются не просто потому, что при ожирении сустав испытывает очень большую механическую нагрузку, нагрузку весом, но и потому, что работают вот эти вот воспалительного характера. Агенты, вырабатывающиеся в жировой ткани. Опять же, выбраться из этого замкнутого круга без диеты не получится. Ну и кроме ортопедических патологий, собаки страдают усилением симптомов заболеваний верхних дыхательных путей. Потому что жир откладывается не только в животе, не только там на крупе, он откладывается везде, он откладывается между внутренними органами. И если у собаки есть патология дыхательной системы, то жир будет откладываться в тех местах, которые могут повышать ей нормально дышать. Ну, для того, чтобы разорвать замкнутый круг связи ожирения и ортопедических патологий, надо точно так же, как и во всех прошлых случаях, использовать два основных принципа. Это диета плюс увеличение физической нагрузки. Но здесь всегда возникает вопрос, а как, собственно говоря, нагрузку увеличивать, если у собаки есть артрит? Бегать ее не заставишь, у нее лапа болит. Для собак есть, пожалуй, что единственный адекватный выход, это использование водных процедур, беговых дорожек, бассейнов, то есть каких-то процедур, которые не вызывают такой болезненности, связанные с артритом, как просто бег. Что касается патологий верхних дыхательных путей, то кроме того, что лечить их как заболевание дыхательной системы, у ожиревших животных лечить, опять же, надо именно в привязке с диетой, с диетой, которая позволит снизить вес этого пациента. И, опять же, есть немало исследований о том, что увеличение массы тела прогрессировало, приводило к прогрессированию одышки у собак, например, с брахиоцифалическим синдромом. А, к сожалению, представители брахиоцифалических пород до сих пор очень сильно распространены в нашем царстве, государстве. При лечении пациентов с коллапсом трахея симптомы удавалось контролировать только после того, как вес этих пациентов приводился хотя бы до цифр каких-то близких к норме. И вот эти вот события мы, в общем-то, ежедневно наблюдаем в своей, собственно говоря, практике. Ну, например, вот этот вот пациент обратился к нам задыхаясь, не просто кашляя, не просто поперхиваясь при каких-то движениях. Этот пациент обратился к нам задыхаясь, потому что ожирение спровоцировало появление симптомов, связанных с очень легкими степенями повреждения верхних дыхательных путей. У маленьких пород собак безумно часто диагностируются коллапсы трахеи, бронхов, гортани и другие структурные аномалии этих анатомических единиц. И вот даже незначительный набор массы тела может привести к усугублению. А когда собака страдает ожирением, она может задыхаться даже при наличии очень легких структурных деформаций верхних дыхательных путей. И всего лишь снижение массы тела на 1 килограмм было достаточно для того, чтобы эти симптомы были купированы. Да, ее анатомические проблемы никуда не делись. Никуда не делся коллапс гортани, никуда не делся коллапс бронхов, мегагласии у этой собаки, то есть ненормально большой язык никуда не прошли. Ну вот такие у нее структурные отклонения, мы их не справим никак, но всего лишь благодаря коррекции массы тела удалось добиться того, чтобы эта собака смогла бы нормально дышать. Казалось бы, мы не вылечили ее болезнь, мы не изменили коллапс гортани, мы не изменили коллапс бронхов, коллапс бронхов вообще невозможно изменить, но всего лишь за счет того, что владелица этой собаки взяла себя в руки, она мне так и писала потом письма Ольга Олеговна, мы ее кормим только диетой, мы кремень, больше никаких вкусняшек мы ей не даем. Благодаря только изменению образа жизни удалось добиться того, чтобы при наличии таких анатомических патологий собака могла бы дышать нормально. И опять же в этих ситуациях мы обычно назначаем именно метаболик, потому что по своей скажем так эффективности и по своей чистоте положительно оказываемого эффекта этот корм пока что занимает лидирующей позиции. Значит, в литературе мне удалось найти одну единственную ситуацию, когда ожирение домашних питомцев реально идет на пользу. И эта ситуация связана с болезнью почек. По сути тяжелые стадии почечного заболевания, их всего четыре существуют, тяжелые, когда животному плохо, это третья, четвертая стадия, вот такие вот тяжелые заболевания почечной недостаточности положительно коррелируют с избыточной массой тела. То есть по большому счету, чем толще будет пациент, страдающий этим недугом, тем больше он способен прожить. Но на самом деле здесь логика событий весьма простая. Собака и кошка при почечной недостаточности плохо себя чувствует, у них тяжелая интоксикация, они отказываются кушать, они мало кушают, либо не кушают вовсе. И да, у них больше, скажем так, запас, за счет которого они могут жить дольше, нежели собаки и кошки, страдающие почечной недостаточностью и при этом с нормальной либо тощей массой тела. Ну и закончить в общем-то свой монолог я бы хотела бы гениальной на мой взгляд фразой исследователя проблемы ожирения среди животных компаньонов Анжелы Витцель. Вот лучше, чем этот доктор сказал, не скажешь, жир как бродячий пес, если вы его кормите, он всегда будет где-то рядом с вами. Друзья мои, вы сейчас видите мои контакты, мои координаты, это адрес с моей электронной почты и моя страничка в Инстаграме. Если у вас будут возникать какие-то дополнительные вопросы, милости прошу, попробуем обсудить те проблемы, которые вас будут интересовать. Сейчас в эфире я вижу вопросов не возникло, но знаю, они всегда возникают когда-нибудь потом, поэтому я открыта для общения, если что-то будет любопытно узнать, то до скорой связи.